После взрыва дома в Шимкенте специалисты всерьез обеспокоились состоянием газового оборудования в домах казахстанцев. Как выяснилось, установленные там камин иранского производства пользуются большой популярностью среди потребителей. Многие покупают и подключают такие приборы без контроля специалистов. Чем рискуют граждане, знает Жанна Рахимжанова. Аварийная бригада едет на очередной вызов. Десятый за сегодня. Так бывает разве что в отопительный сезон. Отравление людей угарным газом не единственная угроза. Например, владельцы этого дома самовольно подключились к системе центрального газоснабжения. Причем использовали для этого обычный водопроводный шланг. В частном секторе, где дома расположены в непосредственной близости друг от друга, утечка могла привести к непоправимым последствиям. Абонент произвел подключение самостоятельно, без никаких разрешительных документов. Шлангом водопровода это все нарушение идет. И какое у него там газовое оборудование, мы тоже не знаем, так как абонента на данный момент нет дома. В дома газовикам все чаще становится сложно попасть. Многие просто не открывают двери, а иногда и спускают с цепи собак. Это еще один признак того, что с газовым оборудованием здесь не все в порядке. Проще узакониться. Процедуру обслуживания клиентов сейчас максимально упростили. Без бумажной волокиты, но, конечно, с финансовыми затратами. Если дом находится на расстоянии до 25 метров от уличного газопровода, подключение обойдется в 148 тысяч тенге. Это не перечень документов из 50 пунктов, которые надо еще полгода собирать. Это все, что каждый день человек пользуется. Это удостоверение личности на владельца дома, право установки документов, на этот дом технический паспорт и технический паспорт на газовое оборудование. Правила эксплуатации газового оборудования не такие сложные. Прибор должен находиться в нежлом помещении. Это кухня, котельная, коридор. Высота потолков не должна быть ниже 2 метров 20 сантиметров. Обязательно наличие форточки и вентиляционного канала для притока воздуха. Подключение чаще всего осуществляется какими-то сомнительными гофрированными трубами, шлангами, которые высыхают и дают течь, что приводит к загазованности, взрыву или пожару. Как и случай в Шемкенте, предварительная причина обрушения многоквартирного дома – взрыв газового камина иранского производства. Сейчас этот прибор крайне популярен среди казахстанцев из-за цены и простоты в установке. Его можно собрать своими руками, но нежелательно, говорят специалисты. Газ – не вода. Утечку закрытием крана не остановишь.